Продолжение следует... Указ президента Республики Южная Осетия за заслуги в деле укрепления мира и дружбы между народами, активную общественно-политическую деятельность по отстаиванию интересов Республики Южная Осетия наградить Орденом Дружбы Джо Местаса. Продолжение следует... Спасибо этому замечательному человеку. Уважаемые президенты и дорогие ветераны, народ Осетия, День Победы это особенный день для всех нас. На Южной Осетии в этом году этот праздник является более значительным. Пусть больше никогда не омрачится небо над Осетией так, как было в августе прошлого года. В мирное во всем вам небо. Валакис и Рестон. Орден медалью за службу на страже мира в Южной Осетии. За большой вклад в укрепление мира и безопасности на Кавказе в мужественной самоотверженность проявлены при отражении вооруженной агрессии Грузии в августе 2008 года и во знаменовании 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне наградить медалью за службу на страже мира в Южной Осетии. Дорогие ветераны, этот человек не воин. Этот человек искусственный. Это замечательный артист. Но великий патриот. Во время войны он приехал сюда. Приехал как доброволец из Северной Осетии. Он был здесь ранен. Но он мой друг. Я совсем случайно узнал в интернете о том, что Алан был здесь и он был ранен. Он настолько склонный, но очень патриотичный человек. Я его от всей души поздравляю и хочу сказать ему огромное спасибо. Если позволите, я скажу, буду краток, но скажу несколько слов. Я преклоняюсь перед народом Осетии. Я благодарю Бога, благодарю Всевышнего за то, что я осетент. Я благодарю сегодня, день сегодняшний, за то, что я стою здесь перед вами, перед такими замечательными людьми, как вы, наши дорогие ветераны. Спасибо вам за то, что вы сохранили то, чем мы сейчас владеем. Мужеством, патриотизмом. Я благодарю Бога и буду молиться всегда, чтобы во главе нашего государства стоял такой человек, как Эдуард Джабевич Покоти. Спасибо ему большое тоже. Спасибо вам всем. Слово предоставляется Герою России, Председателю Союза Героев России, депутату Парламента Республики Северной Осетии Аланья Пегиеву Александру Игоревичу. Вынищу. Вынищу. Извините. Уважаемые ветераны, разрешите мне поздравить вас с праздником. Пожелать вам счастья, здоровья не только от себя, а от Парламента Республики Северной Осетии Аланья, от Совета Федерации лично, от Сергея Михайловича Миронова, от Союза Героев, от Союза Десантников. Счастья вам, крепкого здоровья, низкий ценовый поклон, за то, что вы сделали. И разрешите мне наградить вашего президента, нашего президента, потому что он только награждает сегодня, да? Вот Союза Героев Российской Федерации. И потом. Ну потом. Если не против. Этот меч, символ русского оружия, чтобы он являлся напоминанием для наших врагов, да словами Александра Левского, кто с мечом придет, отвечает по Китле. Владимир Жемельевич. Поздравляю вас, я родитель, не оберегайся до приезда, а мы всегда в подчеркнении. Здоровья, счастья, успехов всем. Слово предоставляется министру МЧС Республики Южная Осетия, и пилу Анатолию. Уважаемые ветераны, поздравляю вас с великим праздником, праздником Победы. И я уверен, что вы выполните приказ главнокомандующего явиться наше 15-летие великой Победы. Вот эту награду мне поручил кучи начальник танкового, училища, генерал-майор Миронченко, который в 92-м фронт нашего президента помнит с 92-го года, когда были эти события, он был здесь с начальником штаба. От его имени, Дмитрий Дмитриевич, разрешусь выучить, по награду, и поздравить вас с праздником Победы. Спасибо. Победы.